Давайте я вам тогда все-таки еще тоже хотел слова, потому что я потом чувствую, я не сумею сказать потом это. У меня не сумею сказать, но на самом деле я говорю самую важную вещь, чтобы вам было понятно в нашей жизни. Самую важную вещь. Подожди, подожди, давай-ка нас обидим. Давайте, хорошо. Вер, самое важное я еще раз говорю. В жизни любого человека на земле. Наша грешная земля. Что? Чуть туда продвинься. Я в школу зову. А, пожалуйста. С диваном. Да, боксинг, голос мой будет. Слово предоставляется Александру Травену. Значит, несколько слов хочу, потому что не все знают, как это все случилось, чтобы было понятно, да. Саша мне звонит, Мамедов, звонит мне 8 марта у меня, день рождения. А я забыл, я всем звоню и забыл, и все забыли об этом. Да и бог с ним с этим. Ну и мы с ним что-то разговаривали, я говорю, слушай, и говорю, а они живут не очень далеко с Володей. Я говорю, так давай, поехали, говорю. У нас Рудольф Зигачевич всегда ждет, говорю, потому что мы друзья все-таки большие, всегда ждет. И вот из-за этого получил. Ну и потом, ну как это, как мы можем без этого... И мне Рудольф Зигачевич повторял, тогда сказал, вот я его жду уже, говорит, жду, жду, когда он приедет в музей, так его нет. И мы тогда, я дозвонился, самое интересное было. Вы знаете, мы начинаем уже мыслить, не говорить, а уже буквально мы уже доходим до такого уровня, когда уже начинаем мысли передавать друг другу. Потому что я целый день ему звоню, он, оказывается, мне в это время пишет, он может это подтвердить, да, он мне пишет поздравления там и так далее. Мы созвонились, я про вас, Николай Николаевич, говорю, про вас. И мы друг другу, и мы созвонились тогда, правильно? Созвонились. Я, Володя, пишу, он пишет, Саша, а как же мы там все соберемся? Я говорю, ну да, вроде как-то 100 человек, ну мы-то соберем самых близких друзей. Ну сколько нас сегодня? Раз, два, три? Ну я так и говорил, а я так и говорил, что будет от 8 до 15, могло быть больше, да, ну так получилось просто. Самое то. Ты говорил, человек 5-6. Ну да, нет, ну ладно. Близких. А теперь я хотел самое главное сказать вот что. Да. На самом деле я почему собрал вас, поймите правильно, потому что, ну аксакалы же, есть аксакалы, ну что же сделаешь-то? Я честно могу сказать, что нас, наверное, не будет уже по очереди кого-то, вот нас всех, и меня в том числе, потому что мы все пережили. Я пережил операцию, полгода валялся. Володя пережил две, значит он инсульт пережил, и потом связку на горле, значит Рудик пережил. Вот она самая спортивная, это Николай Николаевич, самый спортивный. А теперь я хочу самое главное. Хочу добавить еще, что и наш, извини, Саша, и наш пионерский отряд, 50+, тоже уже не предсказуем. Да, 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 и это я тоже хотел, спасибо, я тоже хотел это сказать. Потому что и умирают один за другим, да. Да. Но самое главное теперь хочу сказать, вы знаете, мы дожили вот до чего, до какого момента. Я благодарен этому моменту. Кстати, я такого слова еще не слышал, я впервые, вы, может быть, услышите это слово. Мы с вами дожили до квантовой революции. Это очень важно, о чем я сейчас говорю. До квантовой революции дожили. Нам пришлось дожить. Первое, что хочу сказать, я сегодня в машине об этом еще говорил. Мы не случайно здесь все собрались в это время, в этом месте. Последние Нобелевские премии говорят о том, что наш мир иллюзия, в котором мы сейчас находимся. Нам кажется, что это реальность, но это реальность такая грубая реальность. То есть квантовая революция говорит о том, что душа человеческая бессмертна, мы с вами бессмертны все. Это самое главное у человека. Просто никто об этом не задумывается никогда. Я знал об этом с детства. Но разве можно было раньше сказать, что душа бессмертна, меня бы сразу в психушку послали бы. Раньше же нельзя было. Но посмотрите, мы дожили до того, что можем говорить, смело можем говорить об этом. Вроде никто никому ничего не возражает, да. Так что квантовая революция, это говорит о том, что душа бессмертна, человеческая. Мы где-то, скорее всего, многие из нас, мы где-то с вами встречались. И очень высока вероятность, что мы с вами еще встретимся там. И вот это и называется по большому счету, это я вам, Николай Николаевич, уже хочу сказать. Это называется вера. И последнее я хочу добавить. Я недавно прочитал удивительную статью об Альберте Эйнштейне. Потому что всегда говорили, что Альберт Эйнштейн, он якобы, он атеист. Да верующий человек Альберт Эйнштейн. Он именно об этом говорил. Он не понимал так, как это в религии понимается. Бог там сидит где-то, наглубо говоря, на облаках и тому подобное. Разум в нашем мире, разум является основой нашего мира. Разум. Вот это самое, и это называется вера. Если человек верит в это, значит это вера, это называется вера. Разум сделал нас людьми. Нет, это ты на землю спускаешься. А я немножко выше говорю. Я не говорю, немножко выше. Разум постоянно, Бог в нас, во всех. Он растворен в нас. Он растворен не только в нас, он растворен в животных, в камне, в планетах, во вселенной, во всем. Он присутствует. Об этом Толстой писал, Лев Николаевич, между прочим, писал. Поэтому я религию воспринимаю так. Так, крестик я ношу только потому, что я уважаю страну, в которой я живу, и уважаю традиции. Уважаю традиции. А Толстой во все. Он говорил и об индуизме, он во всем разбирался, он писал обо всем. Поэтому Боря Гребничков, который я не особенно к нему так хорошо отношусь, но он молодец, он вешает все. Он крестик вешает все. Человек мира, это человек, который понимает, что он верит в мир, верит в добро. Извините, я больше не буду, иначе мне не остановиться. А можно я подведу итог вашей речи? Вы сняли то, что он говорил. Высоко художественное. Я записал на видео. Вы для меня наглядно продемонстрировали, что вы достойный по духу толстовец. А еще если древний капнуть, вы истинный Рюрикович, чем я горжусь, что Господь меня свел с вами по этой жизни грешной. Спасибо, Володя, спасибо. Все, низкий поклон. Спасибо. Но Рюрикович и 20 миллионов, поэтому я спокойно к этому отношусь. Но я на самом деле, я знаю все свое водословие от Рюриковича. Я хочу добавить буквально одно слово. Я в машине об этом говорил, хочу добавить. Кто группа ноль-то, как это? Чистяков. Он находится в штатах Чистяков. Кстати, его знаменитая песня «Улица Ленина» у Чистякова. И вот Чистяков сидит в штатах. У него парень хороший, я не знаю его лично, наверное, вы лучше знаете его. Слезы льются у него. Он говорит, слушайте, вот во всем мире аксакалы, вот они вот старые, вот в России. Так вот вы и есть те старые аксакалы, великие люди. На вас, девочки, вот мы на вас ориентируемся. Но и на меня уже можно. Я тоже по возрасту уже на самом деле близко. Я тоже приближаюсь. Я приближаюсь, я приближаюсь. Я приближаюсь, да. Я приближаюсь, потому что геронды истинного. Приближаюсь. Потому что геронды – это самое святее. Я говорю, ничего не буду, я могу только петь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова